всем привет сегодня я покажу вам один может быть странный а может быть и простой эксперимент который объясняет многие вещи которые вы видите на ю тубе перед вами блинчик от моей гантели можно обозвать его просто металлическим диском он достаточно тяжелый лежит на гладкой поверхности это у меня листы бумаги зачем он мне здесь нужен с помощью такого диска можно зажечь диоды на светодиодной матрице хотя зажечь это громко сказано они будут лишь слегка светиться можно зажечь вот такие диодики или даже некоторые диоды вот такого светодиодного фонаря рассчитывая на 12 вольт сразу поясню смысл этого ролика не в том чтобы научить вас зажигать диоды от металлического диска а в том чтобы вы поняли как на ю тубе делаются некоторые фейки а заодно как просил меня один из моих подписчиков я объясню почему ночью вы можете наблюдать самопроизвольное свечение галогенных газоразрядных ламп или даже светодиодных ламп не включенных выключателем и так что мы имеем металлический диск тяжелый лежит на листе бумаги к этому диску я могу прикоснуться светодиодной матрицей при таком освещении свечение светодиодов практически не видно я сделаю затемнение теперь давайте попробуем зажечь пару светодиодов вот в этой матрице одно из клемм я возьму в руку другой буду касаться металлического диска теперь давайте понаблюдаем что произойдет конечно все диоды светиться не будут но некоторые из них загораются на заводах не все светодиоды изготавливаются одинаковыми поэтому некоторые из них имеют низкий уровень пробоя как правило в матрицах такие светодиоды сгорают первыми еще раз повторяю диск ни к чему не подключен вот он просто лежит на столе никаких хитростей нет вроде бы хитрость покажу потом обычный металлический диск обычная светодиодная матрица никаких батареек никаких скрытых проводов никаких скрытых проводов берем матрицу и прикасаемся к диску не ярко но диоды светятся в таких матрицах диодики светятся равномерно очевидно схема выпрямителя и стабилизатора в таких полосочках более эффективная чем в том фонаре которое показывал вам до этого как видите легкое свечение давайте еще раз засветим матрицу от светодиодного фонаря она загорается эффективнее всего если водить ей по диску то видны характерные вспышки я думаю вы видели достаточно хотя нет я обещал зажечь еще вот такую неоновую лампочку вы наверняка видели такие лампочки за корпус я возьму голой рукой провод к диску небольшое оранжевое свечение конечно на камеру его плохо видно но вот оно есть вы все видели сами вы видели своими глазами диск светодиодики галогенные лампочки в чем же секрет особого секрета и нет любой подобный эксперимент требует некоторых знаний и некоторой подготовки смотри что лежит у меня на столе до диск ни к чему не подключен уберем его в сторону поднимем лист бумаги что это фольга до обыкновенная пищевая фольга чуть дальше моток провода здесь он оголен именно к нему прикасалась фольга и провод включен в розетку сразу скажу это фазовый провод фазовый провод касался вот этой фольги а дальше лежал обыкновенный металлический диск ничего удивительного с помощью фольги и этого диска мы создали конденсатор хоть и небольшой но емкости а как известно любой конденсатор в переменном токе начинает проводить электричество незначительное но все-таки проводит и теперь отвечаю своему подписчику площадь этого диска гораздо меньше площади тех проводов которые лежат у нас на чердаке проходят в стенах и они также имеют площадь поверхности и имеют емкость и когда даже ваши лампы отключены выключателем я имею ввиду галогенные газоразрядные или светодиодные то вот именно эта емкость можно назвать ее паразитной и не дает им гаснуть окончательно свечение галогенок газоразрядных ламп и светодиодных ламп будет в том случае если размыкатель или выключатель поставлен на ноль так делает большинство электриков и отсекая только ноль вы оставляете вашу лампочку по сути дела включенной в сеть через вот такой конденсатор дома подобный эксперимент с детьми проводить не рекомендую все-таки 220 вольт немножко опасно но для общего развития я думаю этот ролик будет вам полезен на этом все пока